Енисей. Здесь работают тысячи речников. О нескольких днях их жизни расскажет наш журнал. Лето одарило речников солнечными днями. На всех широтах Сибирской реки светило солнце, и поэтому осталось в памяти эта неделя, как один ясный светлый день. Ничего особенного в это время не происходило. Ничего, кроме работы. Привычной, каждодневной, требующей умения и терпения. 18 тысяч тонн. Огромный состав вел теплоход «Толкач» на север. У капитана Валентина Георгиевича Яковлева было хорошее настроение. Рядом в этом рейсе был сын Юра. Все шло хорошо, и работа спорилась. Речники Енисея могут гордиться тем, что освоили опыт ведения большегрузных составов по нелегкой дороге Сибири. В числе первых был капитан Яковлев. 20 судов нужно было, чтобы перевезти такой груз. Сейчас треть всех речных грузов перевозится новым способом. И хоть стало это дело привычным, труда все же требуется немало. Но кто сказал, что у тех, кто работает на реке, легкий хлеб? Даже если все идет как надо, светит солнце, и далеко до холодных осенних рейсов на север. Нет, не самые удачные это были деньки. Спешили, старались, нигде не стояли. Экономили каждый час, каждый километр маневров. И в порт пришли вовремя. Доставили груз, чтобы отправился он дальше морским путем по назначению. И вот на тебе, ждать. Что может быть обиднее для капитана? Да еще для такого, как Яковлев. Досталось от него однажды морякам, когда он, член ЦК профсоюзов, выступал на плену. Сказал он им попросту. Вы зимой к Новому году на Харасавей приходите точно по расписанию, а летом по чистой воде не можете? Это Яковлев, Яковлев, беспокоит. Стоим уже сутки и просвета еще нет. Я прекрасно это все понимаю. Меня ведь не надо агитировать, что работать нужно. Мне сутки всего-навсего тут нужно быть. А уже пошли вторые. Что будем делать? Нет, не самые удачные-то были деньки. Хорошо, если бы было их поменьше у капитана Яковлева и его товарищей. Такой день бывает в каждом рейсе. И как часто бывает здесь, начинается он с тумана. Путь предстояло пройти непростой. Енисейцы любят рассказывать историю про одного волжского капитана, который, побывав здесь однажды, сказал многозначительно. Да, Енисей это Енисей. С ним нельзя на ты. Хоть и говорят, что Волга матушка. Да ведь батюшка-то он, Енисей. Впереди осиновский порог. Его считают самым грозным на Енисея. Но тот, кто видит его впервые, может и разочароваться. Что это за порог? Его и незаметно. Вот он. Под платом. Всего три метра глубины. А ширина судового хода 70 метров. Нелегко протолкнуть даже плот. А каково большегрузному составу? Нужны мастерство и тщательная подготовка. Нет, я считаю, что ничего не нужно делать. Единственное, что створа немножко надо будет отнести, по той причине, что очень близко. Нам надо сейчас удержаться у этой линии красной, вот на такой дистанции. Так что, мы посмотрим. Вот это что, ты у самого угла как раз давим его, и ты молчишь. Важно каждое движение. Каждый поворот вблизи Бакена. Самым серьезным препятствием для нового метода был порог. И тогда решил капитан Яковлев помочь тем, кто идет следом. Вооружить их точным расчетом, чтобы стал выверенным и привычным путь Енисейского каравана. Лоция, созданная Валентином Георгиевичем Яковлевым, труд не вполне обычный. Как, впрочем, и многое из того, что делает этот капитан. Вот здесь, например, у этого острова кораблик. Далеко не безопасное место. И не каждый решится провести здесь сразу весь большегрузный состав. Но Яковлев умеет делать это. И убежден, что вскоре вслед за ним пойдут и другие. Спросили его в министерстве, где показывал он свою лоцию, почему диссертацию не защищает. Труд, который он проделал, достоин ее. Не думал Валентин Георгиевич о диссертации. Когда создавал свою лоцию. Не в званиях и регалиях суть. А в том, что сделано очень нужное и важное дело. КАПИТАН ЯКОВЛЕВ Его товарищи, енисейские речники. В пути Ридома, Портуэль на заводе, Где бы ни были вы, Пусть будет новый день Добрым для вас. КАПИТАН ЯКОВЛЕВ КАПИТАН ЯКОВЛЕВ КАПИТАН ЯКОВЛЕВ КАПИТАН ЯКОВЛЕВ КАПИТАН ЯКОВЛЕВ КАПИТАН ЯКОВЛЕВ